Добрый день всем. Давайте потихонечку будем начинать. У нас сейчас 2 минуты 5 по Москве. И потихонечку там кто у нас будет подключаться. Соответственно, мы там будем всех подключать и принимать нашу беседу. Сегодня я хотел бы немножко поговорить. Наше занятие у нас, по-моему, 12 или 13 по счету. Хотел бы поговорить немножко не про правила игры в баскетбол, а про психологическую подготовку судей, но и вообще по психологии немножко игры и вообще системе нашей взаимодействия, какие-то моменты в управлении, моменты коммуникации судей, подготовки не только судей. Я сейчас нахожусь в городе Новильск. И тут 3 дня проводил семинар с тренерами и местными судьями. Они готовятся к спартакиаде. Ну и, соответственно, какие-то вопросы по баскетболу и по психологии тут тоже мы касались и разбирались. Самое главное, что по факту ничего особо нигде не меняется. Проблемы одни и те же остаются у всех. Не хватает каких-то знаний, не хватает практики, судей не хватает, тренеров не хватает. Ну, в общем, это какая-то даже век технологий, удаленность от какого-то центра. Людям интересно знать и, главное, понимать какие-то важные аспекты в игре. И, в общем, соответственно, все, что связано с игрой. В общем, прошла такая хорошая беседа у нас. В принципе, все остались довольны. Но, в общем, условия тут неплохие. Но темно, холодно, снег лежит. Что хотелось сегодня сказать. И мы, когда говорим по психологической подготовке или вообще о психологии, ясно, что сама игра – это довольно такой экстремальный вид деятельности. У нас баскетбол довольно быстро, динамично. Сама игра по себе. Ясно, что во время игры встречаются очень много конфликтных ситуаций, стрессовых ситуаций, на которых, соответственно, мы должны готовиться и быть ко всему подготовленными. Я, разговаривая про психологию, с тренерами здесь в городе Норильске, мы говорили, что, когда начинаются какие-то важные мероприятия, сколько мы бы ни говорили о качестве того или другого вида деятельности, процесс психологической подготовки или как бы адаптации к какой-то работе, наша работа, я думаю, что и тренерская, и преподавательская, и судейская, она довольно экстремальная, всегда требует каких-то навыков психологической устойчивости, психологической уверенности. Я вспоминал разговор один с одним из преподавателей на фибовских турнирах, когда мы говорили про правила баскетбола, механику судейства, какие-то другие вещи, и сошлись однозначно, он сказал такие слова, что для меня психология является очень важным аспектом подготовки любого человека, который занимается профессиональной деятельностью, связанной с коммуникацией. То есть человек, который имеет такой экстремальный вид деятельности и постоянно сопряжен в своей работе со стрессами, я думаю, что это наша работа, он попал по адресу, ясно, что нужно быть готовым ко всему, и самое главное, что мы не должны гадать, что будет впереди, а самое главное – это умение предвидеть игровые ситуации или конфликтные ситуации, экстремальные ситуации, быть к ним подготовленными, чтобы, по крайней мере, если даже что-то случилось экстремальное, попытаться из нее выйти довольно в оптимальном состоянии, с минимум количеством стрессов, и иметь какой-то дальнейший путь развития. Ну вот, кстати, этого преподавателя зовут Костас Ригас, он был и судья ФИБА, и комиссар ФИБА, а потом он был директор по подготовке судей Евролиги долгое время, около 15-16 лет, но сейчас работает с ФИБА. То есть для меня было очень приятно, я так честно удивлен, когда люди, которые преподносят нам правила, механику судейства, трактовки одних или других статей, вот очень много уделял внимания психологии. Ну, я вот подвожу к нашей презентации этот разговор. Я считаю, что, скорее всего, наверное, он абсолютно прав, потому что неумение общаться, неумение находить пути решения сложных моментов приводит к тому, что мы часто сами загоняем себя в какой-то угол таких тяжелых моментов, из которых выходить всегда приходится уже как постфактум. То есть нужно что-то учить, смотреть, анализировать. И, как обычно, мы учимся на ошибках своих, а не почему-то готовимся заранее. Ну, в общем, идея-то не новая, поэтому я думаю, что сегодняшнюю тему я вот как бы этому посвятил. Я на эту тему, кстати, перед тем, как вот дать ее вам, разговаривал с нашими ребятами в школе молодого арбитра, вот, потому что сколько бы мы не учили какие-то статьи, правил, какие-то рекомендации и механику, проблема психологической подготовки остается актуальной, особенно сегодня. Особенно сегодня. Удивительно, когда столько есть всяких книг, столько есть всяких пособий, видео, все равно мы не умеем общаться, не умеем находить самое главное, не умеем находить выход из ситуации. Вот, а судейство, например, если мы говорим про баскетбол или сама игра, она сопряжена постоянно с большим количеством таких мини-конфликтных ситуаций и стрессов. Иногда сами судьи, сами судьи создают такие проблемы, не умея общаться с тренерами или с игроками, со зрителями. Вот, и это является довольно актуальной темой. Ну, хорошо, я тогда запускаю презентацию потихоньку, мы тогда идем. Скажите, пожалуйста, презентация видна? Да, все видно. Видно, хорошо. Хорошо, спасибо. Все, тогда, в общем, мы поехали. Психологическая подготовка и теория управления. То есть тема такая, как бы, очень названа так пафосно, но в любом случае мы будем какие-то вещи с вами говорить, как себя подготовить к каким-то моментам, как себя четко скоординировать и вообще узнать, что мы из себя представляем и для чего мы вообще занимаемся такой активной деятельностью, как теннирская работа, как преподавательская работа, ну, соответственно, и судейская. Три варианта дураков. Удивительно, да, первый слайд, и мы начинаем сразу с дураков. Ну, дураков можно назвать в кавычках, но в любом случае. Есть люди, которые не знают то, что нужно знать всем. Вообще простые, примитивные вещи. То, о чем мы должны говорить, о чем мы с вами постоянно каждый день сталкиваемся и к чему мы каждый день обращаемся. Второй тип людей – знают то, что не нужно знать всем. Люди начинают говорить какие-то вещи, которые абсолютно не касательно нашей работы и всегда подрывают наши какие-то понимания, начинают говорить нам то, чего нам, в принципе, не нужно для того, чтобы что-то достигнуть. И третий тип людей – знают то, что нужно знать всем, и это их устраивает. Они этим ограничиваются и с этим живут. Самое важное – попытаться понять, к какой части людей, вот из этих три варианта, мы относимся. И, конечно, хотелось бы, чтобы максимально для того, чтобы развиваться, нужно не ограничиваться в знании того, что нужно знать всем, а постоянно расти и двигаться вперед. Теперь мы коснемся такого понимания, как мировоззрение – то, что окружает нас, и то, с чем мы сталкиваемся постоянно, то, что происходит вокруг нас. И сейчас, когда мы встречаем молодых людей, я думаю, что ребята, которые постарше, преподаватели, коллеги мои, которые смотрят, они встречают молодых людей, которые по факту знают многие вещи намного лучше, чем люди старшего поколения. Они знают языки иностранные, они знают компьютеры, компьютерные программы, они могут пользоваться многими вещами намного профессиональнее, чем люди старшего поколения. Но что можно отметить? Что в голове у них постоянно каша. Они все понимают, они все знают, но ничего не понимают. Они все знают, но ничего не понимают. Они почему-то не могут свести простые вещи воедино и получить один адекватный, простой, понятный результат. Все время в голове происходит какой-то взрыв мозга, усложняют сами себе жизнь и постоянно создают себе проблемы. Это как калейдоскоп. То есть получается ситуация как в калейдоскопе. Если мы представим каждую стекляшку как какое-то знание, знание английского языка, знание каких-то предметов, знание всего-всего-всего, вроде какой-то рисунок сделан, только калейдоскоп повернул, все эти стекляшки сразу меняют рисунок и опять рисунок другой. То есть получается, что человек имеет просто набор каких-то знаний, а применить их в жизни удается с большим-большим трудом. Через метод проб и ошибок. Есть второй вид мировоззрения. То есть когда человек пытается сам собрать какую-то мозаику. То есть он берет, вставляет какие-то свои знания и рисует тот портрет, который он хочет для себя создать. То ли свою профессию, то ли свое будущее, то ли там тренерскую работу, судейскую работу. И все время получается проблема. Картина не получается. То есть он не может понять в итоге, что он хочет. Вот молодой человек приходит, я хочу быть врачом. И что-то трудится, трудится, трудится. В конечном итоге еле-еле попадает в институт физической культуры. Он спрашивает у него, что ты делал. Ходил на всякие курсы, все учил, все вроде бы сдавал. В конечном итоге набрал столько баллов, что только поступил в физкультурный институт, и то еле-еле на последнем флажке. То есть получается, нет единой четкой картины, что человек хочет от своей жизни, от своего будущего, от своей личной жизни, от своей работы, от своего хобби. И третий тип мировоззрения. Это мозаически, когда человек, который занимается чем-то, реально представляет, что он видит, то есть свою цель. И четко к ней идет. То есть он общую свою картину, свою профессию разбивает на какие-то части. И недостающие части этой картины просто доставляет вот в этот общий свой образ. Ну, я работаю с молодыми судьями и вообще судьями, да. Мы на эту тему часто говорим. То есть у нас, допустим, человек хочет стать судьей. Если мы говорим про судейство, у нас судьи, например, хотят стать судьей ФИБО. Ну, это как бы высшее достижение. Судья ФИБО, судья Евролиги. И вот тот человек, который может вот эту мозаику со всеми маленькими знаниями, со всеми возможностями то, что не хватает для судей, представить и четко определить, что ему не хватает. Это как и в профессии любой, как и в личной жизни. Чего-то не хватает. И вот это доделывать до конца, совершенствовать и вставлять вот в эту мозаику. То есть у меня есть четкое представление. Не хватает каких-то качеств, которые дополняют именно меня. Английский язык, физическая форма, какие-то другие вещи, которые дают мне представление в моей профессиональной деятельности. Психологическая какая-то подготовка, умение коммуникатировать с людьми, разговаривать, решать проблемы, находить компромиссы, находить варианты сотрудничества какие-то в игре, находить общий язык. И все эти качества, они входят вот в эту картину, которую я для себя представил, что я хочу от этой жизни. В личной жизни, в профессии, в любых других вещах, где я хотел бы добиться максимального результата. И вот получается на сегодня то, что мы видим. Молодежь – это сплошной калейдоскоп. И самое главное, вот мы занимаемся с молодыми ребятами пять раз в месяц, то есть примерно раз в неделю. На занятиях, вебинарах, на каких-то местных занятиях, на практических занятиях в спортивном зале. Вроде получают огромный набор информации, индивидуальной информации. Пока это конкретно человека не коснется, то есть он не столкнется с этой проблемой. На теории понять молодому человеку, что это будет, очень сложно. И вот моя основная задача – этот калейдоскоп сломать, чтобы создать у молодых ребят четкое представление, на что они способны и что они могут. Ясно, что не все ребята могут достичь той цели, допустим, как бы стать судьей ФИБО. А может быть, кому-то это не надо. Или стать, допустим, сильнейшим тренером или преподавателем. Но создать индивидуальный план подготовки и общее представление, чтобы человек не мучился в ходе своей работы, жизни, потому что цель может быть выбрана завышенно, и человек постоянно страдает. Знаете, я считал хорошее выражение, все наши страдания происходят от завышенных желаний. что нужно сделать, чтобы не было страданий? Поставить реальное желание и, соответственно, к ним идти. Вот этим слайдом я хотел сказать, что самая четкая и эффективная работа, когда человек, который что-то делает, он представляет картину, реальную картину, что он хочет иметь на выходе. Реальную, адекватную картину для себя. не летать в облаках, а опуститься на землю, построить цель и идти, выполняя какие-то соответствующие, сопутствующие задачи, которые двигают его к этой цели. И самое лучшее и позитивное анализировать, четко иметь концепцию своей деятельности, то есть взгляд на понятие и явление, то, что происходит, как бы сверху. То есть четко представлять, что я хочу, как я это буду достигать и какими средствами я буду решать свои проблемы и методы. Три варианта обретения навыка. То есть очень часто мы видим, что молодежь, наши ученики, все время ставят какую-то тактическую задачу, которая не может никогда выставить ее стратегию. И в голове постоянно какой-то хаос. работа идет, но постоянный хаос и человек постоянно топчется на месте. Другая проблема, что кто-то выстраивает стратегию и не ставя перед собой промежуточных задач и целей, пытается достигнуть своей главной цели. То есть это долгий путь, это путь постоянных проб и ошибок. То есть постоянно ты не видишь промежуточных результатов, а идешь к какой-то глобальной цели и по-видимому этой цели не достигнешь. Самое лучшее это выбрать, когда мы обретаем какие-то навыки, достигаем цели, идти через тактику и стратегию. То есть качественное овладение знаний и умений тактически, решает тактические задачи для достижения стратегической цели. То есть всегда какой-то должен быть срез для того, чтобы можно было четко осознать, правильно я иду в нужном направлении или нет, реперные точки так называемые ставить. Это очень важно, потому что смотришь на молодежь, они обращают внимание на то, что блестит, а не то, что как бы лежит на поверхности знания или их недостатки, которые нужно шлифовать. люди смотрят на какие-то верха, а забывают, что все лежит на поверхности, что нужно иногда оборачиваться и смотреть назад. Как я смотрел, как я разговаривал, как я что-то делал, что было у меня неправильно, а не у других. Три варианта обретения навыков. Что такое навык? Это устойчивый стереотип, привычка. первый тип. Установки на работы представлены в одном виде и определяются только самим субъектом человека. То есть чисто я называю этот тип русский тип. Метод проб и ошибок. Сколько бы мы ни говорили, что нужно делать так, нужно идти туда, нужно разговаривать так, общаться правильно, нужно анализировать, нужно четко писать это в дневнике, нужно смотреть, если мы говорим про какие-то баскетбольные матчи, себя по видео, то же самое, как и теннис смотрит по игре на себя, как он ведет матч, что он допускает. Мы всегда приходим к тому, что пока я сам своей головой не набил вот эти шишки, я ничего не меняюсь. То есть первый тип, самый примитивный, то есть достигать какого-то результата через метод проб и ошибок. Самая главная ошибка здесь заключается в чем? Как ни странно, время. Коллеги, время. Время уходит, и когда мы сейчас коснемся темы метод динамического программирования, есть такое понятие точка невозврата. То есть ты можешь к какому-то возрастному барьеру прийти очень квалифицированному специалисту, но ты уже никому не нужен там, ты уже как бы можешь быть просто каким-нибудь человеком-консультантом, а может быть просто, есть намного, будут намного подвижнее, мобильнее, адекватные люди, которые нужны будут и намного может быть помоложе. То есть всегда нужно делать все вовремя и достигать результата методов проб и ошибок, это уже как бы немножечко вчерашний день. Второй тип это все данные и условия выполняются и даются, мы говорим про судейство человеку в готовом виде. Блоки, так называемые блоки, которые мы вставляем ответы на конкретные вопросы. Я называю этот тип чисто американский. Что это значит? Что у человека есть ответы на многие виды вопросов, но сама игра, сама жизнь, она состоит постоянно из каких-то постоянно меняющихся в течение двух-трех минут десяти-пятнадцати секунд игровых ситуаций. Ну, жизнь вообще сама меняется. Я, например, никогда не знал, что буду в Норильске, вот такие условия, вот все, как бы шикарная гостиница, все, ты приезжаешь и у тебя, ну, то есть ты должен сразу сходу адаптироваться к какой-то, ну, к новым условиям там, временным, к аудитории, потребностям, запросам аудитории. То есть получается, что иногда ты меняешь тематику лекции по ходу лекции. И получается, когда ты готов, имеешь готовые ответы и только меняется вариативность другая условий, ты не можешь как папа с мамой столкнуть флешку, не флешку, как эти вот, эти штекеры. Только как только меняется какая-то постановка задачи немножко видоизменяется, то блок уже не работает. И получается, как только вариативность изменяется, все данные, которые даются в готовом виде, они не работают. И третий тип, это когда мы формируем полный набор действий, базу данных с вариативностью действий. То есть, ну, простой пример. Если мы касаемся баскетбола, например, коснемся технического фола, какие-то есть варианты конфликтные, и что имеет судья в реакции. Если идет, допускаем мы, что за какое-то высказывание тренера он может получить технический фолк. Ясно, такие моменты есть. Они в жизни присутствуют каждый день, каждый час. Допускаем ли мы, что мы можем тренера за какое-то высказывание предупредить как вариант. Да. Допускаем, что мы можем его игнорировать. Да. Пройти и не услышать. Да. Посмотреть на тренера. Тоже да. Реагировать опосредованно на тренера через помощника тренера. Да. Через капитана. Предупредить тренера. И в последний раз как бы наказать. и вот если мы допускаем там на какой-то вид деятельности или предмета, который произошел, что у нас есть набор наших действий и ответов, и чем больше он будет, тогда навык коммуникации и всех управлений у нас увеличивается. Я могу рассказать пару случаев, то, что было в моей карьере. Мы когда судили игру в Греции, ну, эти все фибовские турниры, в Советском Союзе было так, что когда приезжал судья на какой-то международный турнир из Советского Союза, спрашивали, судили вы в Тбилиси, судили вы в Каунте, судили вы в Москве. Человек, который даже грубо иногда не всегда по-английски разговаривал, его всегда уважали, потому что это было, ну, считалось предельно понятно, что уровень игры, эмоций максимальный был вот в этих городах. И вот ситуация, которая была на моих играх, это одна игра была в Греции, вот представьте, тренер всю игру орет, вот тренер известный, такой мощный, и он все время бегает с полотенцем, и может выполнять и кричать иногда по делу и без дела. ясно, что когда по делу судья принимает решение, как реагировать. С другой стороны, когда тренер кричит и выходит из себя, и судья не понимает, как ему решить игровую ситуацию. Обычно большинство судей дают технический фол или выгоняют тренер. И вот судья, с которым мы работали, а я только начинал, это был какой-то 99-й год, 2000-й, он подходит к этому тренеру, а тот на всю площадку у него возмущение, и он что-то высказывает. Я всегда думал, как можно среагировать на такие вещи, и он мне сказал, ты никогда не бойся того человека, который кричит. Бойся всегда, не бойся, а будь всегда осторожен с теми людьми, которые молчат, ты не знаешь их намерения, а тот, который кричит, в основном это трус, истерик, псих, дай ему выговориться, пускай он выпустит пар, изложит свои желания, и дальше будем смотреть, как мы будем действовать. Ну, тогда тренер что-то кричал, кричал, а большинство его боялись с полотенцем в руке, но ясно, что все ждали технического фола или дисквалификации, судья подошел, взял у тренера полотенце после паузы в секунд пять, вытер себе лицо, отдал тренеру и сказал ему спасибо коуч и ушел. и тот просто оторопел и не знал, что ему сказать. То есть, это был какой-то шок у всех, все ждали, что это будет четкое какое-то ледовое побоище. Другая ситуация была, когда один маленький тренер, это было на каком-то тренестве Европы, но просто неугомонный, маленький Наполеон выскакивал из штанов или из трусов или из шорт, и судья пошел на него прямо. Ну, то есть, как бы уже ясно, что тот его уже достал и намерения у судьи были действительно такие боевые. Кто в этой ситуации помог разрешить? Помощник тренера. Но, в общем, он обхватил этого своего маленького тренера Наполеона, забрал его туда под скамейку и, в общем, конфликт был решен. И до конца игры ничего не было. То есть, никаких вопросов от скамейки этой команды не было. О чем это говорит? Их много можно таких вариантов рассказать или придумать. Могу из своей практики рассказать немножечко отступление. Какая-то была важная игра Суперлигия-1. Уровень Суперлигия-1 мужской довольно сильный. И какая-то игра плей-оффа. Ясно, что тут нужно было не принимать экстремальных решений, а пытаться коммуникации позитивной довести игру до нормального логического заключения, завершения. То есть, не давать технические фалы лишние, не выгонять игроков или тренеров, не наказывать дополнительными какими-то наказаниями. я находился возле скамейки команды и тренер у него, ну, что-то ж нужно сказать науку судье, спрашивает, у тебя мама есть? Ясно, что вопрос такой риторичный. Да, мама есть. Соответственно, атака в другую сторону. Убежали в другую сторону. Но я-то понимаю, что я через атаку опять к нему приду. Прихожу и еще раз он мне на ухо. «Ты в Бога веришь?» Я говорю, «Верю». Опять идет игра. И самое главное, получается, что никаких нарушений нет, чтобы можно было с кем-то из коллег поменяться. Ну, и так, в общем, два-три раза я подошел. Он спросил меня про детей, про Бога, про маму и папу. Ну, в итоге игра прошла хорошо. Мою коммуникацию заметил комиссар. Комиссар Юрий Павлович Драганов. И долго мы потом с ним вспоминали, много лет про этот случай. Вот, то есть, я к чему не то, что хвастаюсь, ясно, что, как бы, таких можно примеров привести, хороших и отрицательных много. Самое важное, чтобы вот на вопрос вроде простой и понятный, мы, чем больше мы будем иметь вариативных действий, адекватных игровой ситуации, тем больше мы будем иметь, как бы, положительных, правильных решений. и вот это для меня очень важно. То есть, я всегда говорил, чем отличается мировоззрение западного человека от мировоззрения нашего, восточного. Я сам из Белоруссии, живу в России, то есть, я как бы русский-белорус, да, и никогда этого не стыдился, потому что нас всех объединяет русский язык и как бы культура очень похожая. У нас, как бы, нас объединяет общая эта идея справедливости. Мы не всегда живем по закону правильно, а на Западе западное мировоззрение, у них четко они живут по закону и довольно все примитивно. И чтобы человеку быть адекватно востребованным в Европе и у нас и адекватно понимать людей, нужно просто понимать их правила жизни и наши и грамотно применять соответственно ответ. Не подстраиваться, а адаптироваться. То есть брать самое нужное для себя и давать адекватный ответ. То есть я много отслеживал своих как бы наставников, учителей, почему у них получается лучше, чем у меня. Потому что они понимали в тот момент, они выделяли проблемы и спокойно могли их решать. А многие говорят, как же такое очень сильное важное решение. Просто делали хороший анализ, расширяли свой кругозор, базу данных, формировали опыт, то есть работали над своей, как мы говорим, интуицией. Дальше идем. Метод динамического программирования. Немножко коснемся, как можно себя по крайней мере не программировать, а отслеживать свои шаги. Самые важные три условия, которые все говорят, ну вот это все какое-то понятное и не всегда допустим нужная вещь. Для того, чтобы достичь результата, нужно в принципе первое, не вредить самому себе. Что значит не вредить самому себе? Объективно оценивать свои силы и свое текущее состояние. То есть мы говорим часто, что завышенная цель, она только приводит к страданиям. И мы всегда ищем каких-то врагов, а сами просто не оцениваем себя, свои силы. То есть мы бегаем по кругу вот в этой экстремальной стрессовой ситуации. Объективно оценить свои силы. То есть знать сегодняшнее состояние, знать то, что мы хотим достигнуть. И вот разница между тем, что я хочу и что у меня есть сегодня, является вектор нашей ошибки. То есть то, что мы можем исправить, чтобы быть лучше, сильнее, умнее, хитрее. второе, не вредить окружающим. Назойливая помощь не нужна, как и глупый совет. Четко отслеживать, где мы живем, с чем мы живем, что мы делаем, в каком уровне это делаем, чтобы четко представлять, для чего нам это нужно. Выражение, да, не спеши мстить, посмотри, как красиво это сделает жизнь. Бывают в жизни всякие такие ситуации, которые ставят нас в такую ситуацию гроги, и мы чувствуем, что нам тяжело, что мы не можем с чем-то разобраться. И третье, не вредить той обстановке, в которой мы живем, то есть жить чувством меры и чувством совести, то есть чувством ограничений. Это каждый понимает по-своему, но чувство меры и чувство совести должно присутствовать в любом человеке. Теперь я уже много раз говорил об этом, этот метод динамического программирования, то есть то, это я взял с лекции и очень сильно оно как бы адаптируется к любым нашим вещам. Я в двух словах расскажу, попытаюсь простыми словами. Любую деятельность нашу, как и личную жизнь, как и нашу работу, как и хобби, как и все вещи, то, к чему мы стремимся, можно структурировать, разложить на какие-то периоды. Периоды бывают недельные, месячные, годовые, там, пятилетка, и четко отслеживать свой путь. И там ставить цели, задачи, подзадачи, и достигая их идти вперед, или оставаться на месте, тоже как бы работая, или, соответственно, тоже падая вниз. В зависимости, что мы хотим достигнуть. Давайте возьмем, например, я вот эту диаграмму показывал тренером. Давайте вот мы возьмем точку А и точку Б. А это у нас молодой тренер, бывший баскетболист, который пришел в баскетбол. И точка Б это у нас абсолютно любитель баскетбола, который закончил институт и никогда не был баскетболистом. Ясно, что человек, который с баскетболом связал свою жизнь с самого детства, знает о баскетболе, об игре, о методах и средствах подготовки, о тренировке, и теорию, и практику. А человек, который просто закончил институт, он знает в основном только теорию. И стартовые вещи у них находятся на разном уровне. И поэтому, начиная старт более высоким, не всегда говорит, что ты можешь достигнуть самой высокой точки, допустим, в нашем графике точка 5.3. у тебя много есть по жизни всяких факторов, которые могут тебя опустить вниз, или ты сам себя опускаешь, или ситуация опускает, или ты создаешь сам себе ситуацию, которые тебя опускают вниз. А человек, который находится внизу, на самом нулевом уровне, на базе, он правильно поставил свои цели и задачи к ним грамотно идет, достигая и делая такие чекпоинты, проверочные себе экзамены, или срезы, анализ своей работы, может правильно себя сформировать и в любом случае, не сразу, но через какой-то период догнать или обогнать. Вот если мы говорим про тренера А, он идет по всем верхам, да, вот 0-2, 1-3, 2-2, 3-3, доходит 5-3. Ну, это какая-то идиллия, таких вещей нет. Ну, я редко таких встречал людей, которые все свои жизни делали на максимальном уровне достиг какой-то гений. То есть, ну, чем отличается гений от простого человека? Простотой. Простотой и правильностью решения. Ну, всегда получается, что многие наши решения, они более умные, чем мы сами себя представляем. И получается, всегда у каждого человека на каком-то этапе есть падение. Если грамотно человек, ну, шаг назад, два шага вперед, он делает, то, соответственно, у него есть какой-то результат. и теперь мы смотрим на следующую диаграмму. Видите, тренер А на каком-то этапе, вот мы видим один, два, три, четыре, пять, параллельно, да, это линии, которые срез через какой-то период времени. Мы можем взять пять лет, вот мы для судьи брали, пять лет для тренеров, у кого-то это есть год, и вот на второй диаграмме мы видим, что тренер с точки 0,2 падает точку 1,2 потом 2,1. Это могут быть какие-то субъективные и объективные причины. Проблемы в жизни, проблемы в работе, в семье. Это абсолютно адекватные и понятные вещи. И хорошо, что например, если берем шаг пять лет, через десять лет в точке 2,1 тренер четко поставил все позиции и определил, что он в какой ситуации он находится. Правильно выставил свои цели, грамотно поставил себе тактические задачи и пошел к своей цели, к которой он стремился. Теперь мы берем тренера B, то есть тот, который начал вообще на нуле. И он, если грамотно выстраивает свою цель, посмотрите, сразу же за десять лет он может догнать максимальный результат более подготовленного и который имеет практику игры бывшего игрока, тренера A. То есть он планомерно идет и опять же видите по верхам. Мы немножко не сказали вот эти самые ниши 0,1, 1,1, 2,1, 3,1. Это могут быть абсолютно социальные вещи. У нас не все люди работают наверху. Есть люди, которые работают внизу. То есть они абсолютно адекватно, они не гонятся за какими-то медалями, за максимальными результатами. Они любят свою работу и выполняют, как мы называем, социальный проект. Они работают. Но для многих людей, которые работают грамотно, работать внизу является не то, что ошибочным, является не то, к чему они стремились и то, что они могли достигнуть. И вот если мы берем 2 и 3 показатель временной, на каком-то этапе есть у любого человека точка невозврата, после какого он, если не достигает высокого требуемого результата, он, соответственно, уже выше, прыгнуть не может. Например, посмотрите, с точки 3-1, если тренер B с точки 2-2 падает в точку 3-1, он уже никак не попадет в точку 4-3. То есть уже будут какие-то другие люди, которые будут его сильнее, его умнее, более коммуникабельные и, соответственно, уже свой шанс по факту он, соответственно, может уже потерять. О чем это речь? Кто-то будет говорить, что это какая-то чушь, то есть человек, который пытается четко сопоставить свою цель, разбить ее на какие-то подзадачи, на тактические задачи и, двигаясь вперед, он может достигнуть реально высоких результатов и даже не имея каких-то задатков и способностей на старте. Самый главный талант это трудолюбие. Это говорил мой отец и это подтверждение многих книг, которые мы читали по достижению результата, про коммуникацию, про получение наивысшего эффекта от своей работы. То есть тот человек, который качественно, квалифицированно работает и трудится, он достигает всегда максимального результата, при том, что если он делает это в нужном направлении. Самое главное правильно сформулировать цель и к ней подвести все задачи. Ну вот видите, это тоже диаграмму я взял с этой презентации. Мы говорим, допустим, да, вот есть у нас ребята, которые рождаются здоровые, есть, которые рождаются больные, но они могут поправиться и соответственно быть на самом верху. А тот, который через какое-то время падает вниз, то по факту жизни он приходит, видите, судьба быдла и судьба бомжа, то есть падает вниз. Это обычная проблема. Проблемы, которые мешают нам, это алкоголь, нежелание работать, отсутствие какой-то цели и соответственно человек падает. То есть это я абсолютно не выдумал, но я, допустим, эту диаграмму, вот этот метод динамического программирования взял от адекватной жизни, переложил на подготовку судьи. И у нас, например, вот в этой диаграмме, если мы берем третий уровень, это 35 лет, если судья не берет и не ставит перед собой максимальную задачу, стать, например, судьей эфиба, то в 35 лет он проходит точку невозврата. 35 лет, после 35 лет никакой судья, который не был арбитром ФИБО, им стать уже не может, кандидатом быть не может. Поэтому это есть во всей деятельности, что и в тренерской, просто можно реперные точки эти обозначить, вот эти срезы и поставить так, как мы считаем нужным. То есть в любом случае метод динамического программирования, он, соответственно, строится на том, чтобы человек мог поставить перед собой то, к чему он стремится и постоянно анализировать свои результаты. Но для этого должно быть сила воли, человек должен постоянно работать и анализировать свою работу. Чувство меры, то, что мы говорили, остерегает от дурных поступков, плохих решений, чувство меры, чувство ограничений. Что такое чувство совести? Обратная связь с миром. Если человек выдержит чувство меры и не изменяет чувство совести, у него есть гармония с окружающим миром. То есть то, что мы говорим, у кого-то все прет, а у меня почему-то не прет. Должна быть гармония. В любом случае человек должен быть всегда в каком-то гармонии не только с самим собой, но и с окружающим миром. У каждого человека есть своя судьба. То, что с ним происходит, это его биография. Когда эти две линии соприкасаются, получается успех. То есть по факту многие вещи отрицательные делаем своей жизни мы сами. То есть иногда мы это делаем с каким-то умыслом, а иногда мы даже об этом просто не делаем. И соответственно плывем по течению это самое плохое, то, что есть. И осознание этого приходит у нас позже. Я вот сейчас был в Новильске, сейчас нахожусь здесь, и разговаривал с одним молодым человеком. Ему 34-35 лет, и он очень хочет быть судьей. Но судьей в РФБ. Для меня ясно, что быть судьей в РФБ он уже не может никак. Почему? Потому что в РФБ можно быть судьей профессионально. Мы говорим про посолюбителя, можно быть хоть в 100 лет. Выходи на площадку, работай, детские соревнования, любые школьные. 35 лет является потолок, когда ты должен уже быть с начального уровня кандидатом на профессиональную орбиту. А человек у 34 года. Я три дня пытался грамотно его выстроить, и он последний день осознал. Он говорит, да. Ну, то есть, я как бы даже не понял, где я живу, какие требования там в Москве, а мне все время казалось, что вот люди, которые там, они как бы просто меня не хотят видеть. А на самом деле какие-то вещи я просто упустил, и точку невозврата я уже, соответственно, прошел. Но я хочу быть в баскетболе, я хочу, нет проблем. Мы всегда говорили, что в любой деятельности есть профессиональная часть, когда работают профессионалы, а есть как бы любители, и они выполняют социальный проект. Я всегда и когда на всех баскетбольных мероприятиях, когда мы говорим о подготовке резерва и профессиональных судей, то же самое и про тренеров. Мы говорим, что не все могут быть тренерами сборной страны, даже если они все хотят, но тренеры, но профессия тренер, она всегда востребована, везде. Может быть, не все получают адекватные деньги, скорее всего так, но профессия тренера или преподавателя она всегда как бы востребована. Поэтому есть профессиональная деятельность, когда мы работаем на высоком стандарте нашей компетенции, и, соответственно, вот это социальный проект, когда мы просто развиваем баскетбол в школах, в секциях, в дюках. Поэтому многие вещи мы сами делаем для себя с разным знаком. каждый человек имеет в большинстве случаев до трех вариантов своего пути, то есть то, что мы делаем по жизни. Первое, то есть целенаправленный, идти по возрастающей, постоянно тихим сапам вверх и достигать каких-то результатов. Можно где-то проседать, но в любом случае четко знать, к чему я иду и четко знать, почему происходит то или другое. Третье, можно тоже идти, стоять на месте. Можно идти просто по кругу, делая одни и те же ошибки или достигая какие-то мелкие тактические успехи. Но никогда тактическая задача не выведет тебя на большую цель, потому что когда мы идем по кругу, мы не всегда, мы не делаем для себя, часто мы можем не делать для себя четкого понятия, что нам нужно вперед, что нам нужно делать правильно, чтобы идти вперед вверх, целенаправленно, как по первому пути. Ну, или обычно скатываться вниз, уповая на то, что у нас плохие специалисты, непруха, сейчас очень хорошее слово у нас как санкции, поэтому у нас все плохо. Я всегда говорил, что помните, когда Дмитрий Хворостовский был жив, я все время, ну, мне нравился наблюдать за его карьерой. При любых ситуациях человек был абсолютно востребован. На годы вперед было прописано, ну, как в любой деятельности, специалисты, вообще высокие персоналы, они всегда ценятся, независимо, чем ты занимаешься. Самое главное, на каком-то этапе все это можно вернуть, но это требует от человека силы воли, то есть делать выбор и совершать действия. Но если точка невозврата пройдена, субъект человек имеет путь близкий к существованию. Могу рассказать, когда Советский Союз распался, у меня есть пару знакомых, но кто-то из них уже ушел, когда он был ученым, работал в научно-исследовательском институте, все это развалилось, пошел работать в милицию, получил квартиру, потом спился и, соответственно, ну, то есть работал не там, где он хотел, и не было ничего, никакой целеустремленности и никак все цели, которые были вначале, они полностью сломались. И человек ничего не сделал, ничего не смог вернуть, вернуть себя к нормальной адекватной жизни, вот, и по факту просто последних 15 лет существовал. Вот это как бы очень важно, что максимально, чтобы себя вернуть к чему-то, нужно всегда иметь целеустремленность, ну, и, соответственно, силу воли. Многие люди, которые добивались высоких результатов, зачастую на старте, на начале своей деятельности, ничего из себя не представляли. То есть, они были абсолютно частью толпы, но они просто четко выделили, что они хотят и планомерно, спокойно шли к этому. Я знаю некоторых судей, они не, в общем, не с России, которые приезжали, и вот мы общались, я смотрю, ну, сейчас они уже взрослые и уже опытные и судьи на высоком уровне. Я смотрел, когда им давали советы, люди просто старше их, старше их, я видел, что они эти советы слушали, просто с точки зрения уважения своих вот этих оппонентов, не оппонентов, своих собеседников, но они абсолютно не слышали ни одного совета, потому что у них было четкое представление, что они хотят. У них вот эти советы, по большому счету, они уже сами прошли головой. У них была другая цель, они знали, они соглашались, говорили большое спасибо, но настолько было видно в глазах, что вот этот совет, он уже ничего не сделает для него, потому что он уже как минимум так работает, как минимум это все знает, понимает, и он продолжает работать более целеустремленнее. И вот видно потом, что все это дало плоды. Таких людей не очень много у меня встречалось, но кто сам себя сделал, хендмейт, такие как бы люди есть. Самое главное, что я для молодых ребят говорю, никогда не копируйте никого. Искусственный мед никогда не будет так же вкусен, как алтайский, да, там эти, какой там еще есть у нас, уфимские, натуральные. Искусственная копия никогда не будет натуральной. три варианта карьерного роста мы как бы повторяем. Идти вперед и вверх. Идти по кругу, то есть идти, значит, но стоять на месте. Все одно и то же, одни ошибки и одни и те же мелкие победы тактические, то есть которые зацикливают вас и не дают вам идти по спирали вверх. И третье, опуститься вниз, хоть и много работая, бесцельно. Копать на месте тоже работа. Просто взята не та цель или высота, определено неверное состояние текущее и происходит постоянная проблема внутренняя, внутреннее невезение, злой рук, непруха, неудача, ну и все остальные вещи. Цель. Идеальный и реальный предмет сознательного или бессознательного стремления человека, на которое направлено весь наш процесс, то, что мы хотим добиться. Вот у меня как бы есть цель, она не как бы, она есть реальная. Получается, спрашиваешь, уже прошел, допустим, 5-6 лет, есть движение? Да, движение есть, но почему-то какого-то результата нет. То есть я понимаю, что отрицательный результат это тоже результат, и хочется, чтобы это было какой-то динамика положительная, но вот жизненная ситуация, она ничего не дает столкнуть мою цель, которую я хотел достигнуть в процессе может быть обучения, преподавания, потому что ситуация не дает создать, решить, воплотить эти вещи. Но в любом случае есть идея, идея, она всегда движет, она тебя постоянно двигает к какой-то дальнейшему какой-то работе. человек, который может сформулировать перед собой цель, это субъект, если не может, это объект управления. То есть человек, который не может сформулировать перед собой, что он хочет в жизни, он работает на того, кто понимает жизни больше и никогда даже об этом не догадывается. теперь мы говорим опять про цель. Что нужно? Вектор цели. Мы хотим определить то, что мы хотим, реальное, досягаемое. Вектор сегодняшнего текущего состояния, что я себя сегодня представляю с хорошими и отрицательными моментами. И разница между этими первым и вторым называется вектор ошибки. То, что мы можем исправить. Мы можем что-то никогда не исправить. Но в любом случае то, что может быть исправлено, по крайней мере, можно структурировать и попытаться выровнять, чтобы текущее состояние было выше, чем мы сегодня представляем. Это реально. Работая каждый день, мы можем что-то сделать. Должна быть квалифицированная практика. Не просто количество переходит в качество, а количество квалифицированной практики. То есть, все, что мы делаем, должно быть очень хорошего качества. Пример, можно сказать, я когда читал и изучал, баскетбол всегда смотришь. Вальдомара Скуничус. Тысяча попаданий в день. Ну, снайпер, олимпийский чемпион за сборную Советского Союза 88-й, Жраги скамус игрок и тренер в России очень много было везде. Тысяча попаданий из-за трехочковой линии на одном пульсе. То есть, не просто попаданий. Человек квалифицированно работал, чтобы быть снайпером. На одном пульсе человек выполнял большое количество бросков попаданий. То есть, вот это называется достижение какой-то результата. Теперь есть три показателя, которые могут вам дать к тому, чтобы вы достигли какой-то цели. Чтобы добиться цели, должна быть предрасположенность наша к работе, к той или другой деятельности. Среда обитания влияет на это, безусловно, и сила воли. Если два показателя выше, то, соответственно, вы имеете шанс быть востребованным. Теперь многие есть у меня мои ученики, которые, но у них в семьях не всегда все хорошо. Мы не будем говорить, что, но есть семьи абсолютно нездоровые. То есть, генетика плохая. Но среда обитания, где человек находится ежедневно, она позитивная рабочая. То есть, люди ставят перед собой задачи, кто-то достигает, друг другу помогают, кто-то кого-то мотивирует. И если у человека есть сила воли делать выбор и совершать действия, хочу пью, хочу не пью, да, есть сила воли работать и совершать действия, то два этих фактора могут генетику эту приглушить. Реально работает. Ясно, что мы не говорим, что можно достигнуть самого верха результата, но то, что человек, который находится в команде, в группе людей, в коллективе, который заточен на какие-то нормальные позитивные вещи, в баскетболе, в судействе, на работе, если человек хочет что-то сделать, не дает договор о намерениях, а реально делает, он действительно может это сделать. Договор о намерениях или о желаниях, то, что я хочу достигнуть. Чаще всего я видел много людей, которые хотели что-то сделать, и у них ничего не получалось, потому что утром, каждое утро они откладывали выполнение этой задачи. Теперь мы возьмем немножечко по нашему познанию. Все, что вокруг мы видим, это наше мировоззрение, и это наши взгляды на это. Как мы это понимаем, это наше миропонимание. Интеллект. Интеллект это не высшее образование, это наши умственные способности, которые мы постоянно должны совершенствовать за счет самостоятельной работы. Ну и выше стоит интуиция. Сегодня я, кстати, разговаривал с тренерами по поводу интуиции и интеллекта. Что выше? И у кого есть интуиция? Интуиция больше обладают девушки, то есть это поиск правильного ответа, часто без логического объяснения. Интуиция могут обладать люди, которые имеют большую практику или опыт, авторитет. За счет большого опыта они знают интуитивно, знают ответы на вопрос. Мировоззрение, совокупность принципов, убеждений, которые определяют отношение к окружающему миру, к самому себе. Типы психики тоже очень такая интересная структура, тоже я взял на одной из лекций, которых я был на курсы, и в принципе можно вам преподнести, чтобы вы послушали, я думаю, что многое вы найдете для себя, потому что это тоже есть вокруг нас постоянно. Типы психики. Животные, зомби, биоробот, демонический и человек разумный. Что такое животное, тип психики у людей? То есть животное это тот, который живет на уровне рефлексов и инстинктов. Спать, есть, секс, все это точно на уровне рефлекса и никогда не включается голова. То есть вот вы представляете, видели вы когда-нибудь перед собой человека-животного? Я думаю, что каждый из вас скажет да. Не по облику, а по отношению к жизни, по отношению к людям. Зомби, робот, повторяет все, что копирует окружающие. Иногда дети до 12 лет вырабатывают такой стереотип, они часто повторяют поведение матери и отца взрослых. Но уже человек, который взрослый, можно наблюдать, что многие игроки молодые копируют каких-то американских игроков. Многие, допустим, я вижу, судьи копируют кого-то из своих коллег более старших. То есть это не всегда является хорошо, но как бы окей, это допустимо. демон. Могу вам сказать, что многие наши арбитры, в том числе и я, мы где-то принадлежим этому классу. Мы часто, ведь тип психики, он может меняться, мы во время игры, во время нашей работы можем быть и повторять за кого-то, можем быть и с человеческим типом психики, можем быть и демонами. Это как в любой работе, или в школе, или в тренерской работе. Что такое демона? Собственный холодный расчет. Только рассчитывает на свою судьбу, отвечает за свои поступки без веры и справедливости, потому что никто не помогает, ты только думаешь о себе. Демон – сущность, неспособная к развитию, выполняющая один и тот же набор действий. Это сильный человек, уверенный в себе, даже может быть самоуверенный, но чувства справедливости и развития нет. И человек разумный, который живет с ситуативным прозрением, то есть видит вещи, четко анализирует их, четко снимает ситуацию, которая происходит вокруг, живет языком обстоятельств. Меняется ситуация, человек меняется, адаптируется, не подстраивается, а адаптируется. То есть все, что у него есть для того, чтобы можно было адекватно жить или работать, он это делает. И делает по справедливости и по внутреннему чувству меры и совести. Ясно, самое лучшее это как бы быть человеком, мы всегда об этом говорим. Но всегда вспоминайте, мы часто видим наших руководителей, они смотрят, ну просто человек демонит, просто становится демон, только думает о себе и никогда не думает о людях. Часто мы видим людей, которые просто тупо копируют, подстраиваются, вот все абсолютные роботы, ничего своего нет. Часто мы видим на улице людей, животных, алкоголиков или других, которые живут только такими-то инстинктами. Очень, конечно, хотелось бы, чтобы вокруг нас окружали нас люди, чтобы, самое главное, чтобы, вот у меня в школе мы когда говорим «ваша цель наша», я говорю, не всегда я стремлюсь, чтобы все были судьями. Самое главное, чтобы человек мог помочь друг другу, чтобы ребята были людьми, просто, просто были людьми. Сегодня это, наверное, самая основная цель. И когда я прихожу, разговариваю с тренерами, и мы говорим, я говорю, что вы хотели, вот мы там хотим высшее мастерство, чтобы большинство, я говорю, задача главная тренера, ясно там, заявывать медали. Но самое высшее, наверное, чтобы не все же будут олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, я не знаю, чемпионами России даже, чтобы ребята были людьми, чтобы они тебе могли помочь, чтобы они могли тебе сказать здравствуйте, если нужно, подать руку. Вот это как бы важный момент в жизни. Структура психики, инстинкты, мы уже говорили, привычки. Привычки, кстати, это наша культура. Пить, курить, это тоже часть культуры. Арабская культура, у них, они пьют алкоголь? Нет. Но приезжая к нам в Россию, спокойно пьют алкоголь и кушают сало. Ну, сам знаю, студенты были у нас. Интеллект, наши умственные способности и интуиция более высшая. Инстинкты, то, что передается нам генетически, пищевой, оборонительный, половой, безусловно, и простые, безусловные рефлексы. Привычки, то, что формируется у нас благодаря культуре, воспитанию и нашей, соответственно, там тоже высшему воспитанию. Интеллект, умственные способности человека, то есть наши, с помощью которых можно отличить инстинкты и привычки нашу культуру. То есть это постоянно как бы умственные способности, которые мы должны развивать. Интуиция, вот полное определение, постижение истины без логического обоснования. Интуиция мы владеем с самого рождения, она работает, нужно только научиться ей пользоваться. Для интуиции важна вся информация, как положительная и отрицательная. От всего этого объема интуиция способна выделить те главные моменты, которые к максимальному результату приведут. При поиске значения того или иного образа следует обратить внимание к своим внутренним ощущениям. Можно использовать для развития интуиции логику и объединив два этих мощных инструмента получить соответственный результат. У человека постоянно стоит вопрос поддаться инстинктам или привычкам к культуре. Культура – это уровень развития общества и человека. Если отдать предпочтение только привычкам к культуре, то это еще не человек. Нет интеллекта, то есть развитие умственных способностей, то есть набор привычек и интуиции, постижение истины без логического обоснования. Если только привычки, то они в каждом обществе свои. Пить, курить, сквернословить – тоже часть культуры. Но интеллект подчиняется к культуре общества, где мы живем. Его необходимо постоянно развивать и совершенствовать. Но все идет. Мы сегодня, когда касались правил, баскетбольных правил, если вспомните, за последние четыре года, шесть раз менялись какие-то статьи правил. Глобальные пробежки, технические полы, неспортивные полы, минутные перерывы, введение протокола, подача протестов. Ну, то это просто взрыв. Я здесь у людей увидел взрыв мозга, когда столько они услышали изменений. Культура не передается в готовом виде. Культура отличается нас от животного мира. Имеются предпосылки к развитию культуры. Люди, лишенные свободы воли, способность человека делать своего совершать действия, могут отойти от инстинктов, пользоваться только привычками. Они становятся просто биороботами. Все это происходит без развития интеллекта и интуиции. Поэтому для развития гармоничного развития личности нужно развивать не только привычки, культуру, высшее образование, которое мы получаем, но и интеллект и интуицию постоянно. Что такое воля? Это свойство человека, заключающее способности управлять своей психикой и поступками. Без воли это не человек. Человек, прежде всего, это воля. То есть делать выбор, совершать действия. Большой поток информации, который сейчас у нас есть, он сбивает человека с правильной мыслью. То есть обилие информации это полностью ее отсутствие. человек теряется и не справляется с собой. Итог обилия информации сегодняшней это стрессы, все пагубные привычки, выход, адаптировать, выбрать необходимую, нужную информацию для конкретного человека. Вспоминайте, кто здесь постарше поколения в Советском Союзе. Ничего, информации было не так много, и мы всегда ее искали. Сейчас ее искать не нужно. Нажал на кнопку в интернете, скачал сколько ты хочешь в большом количестве и все это у тебя есть. Управлять значит предвидеть. Мы вчера на семинаре я спрашивал, что бы хотели предугадывать, говорят мне там тренеры. Я говорю, никогда в жизни гадать не надо. Нужно уметь или иметь чувство предвидения. То есть четко определять ситуацию и соответственно зная какой ситуации ты находишь, ты можешь предвидеть то, что может произойти. Соответственно ты можешь управлять каким-то процессом. Побеждают не сильные и умные люди, а те люди, которые более адаптивные, не приспособленцы. Адаптивные это тот, кто может адаптироваться в сложной ситуации и продуктивно работать, максимально показывая свои способности и возможности. Не тот, который подстраивается, а выделяет то, что нужно для конкретной ситуации. Этапы карьеры. Узнавание, востребованность, необходимость. Мы разговаривали с одним из старейших наших судей, сейчас он уже на пенсии, Михаил Петрович Григорьев. Он очень четко говорил, допустим, про судей. Самое главное вначале тебя узнают. У тебя красивая форма, ты выходишь на баскетбольную площадку, этап карьеры, узнавание. Потом, зная твои профессиональные качества, ты находишься на пути востребованности. То есть тебя приглашают, ты как бы имеешь качество, тебе говорят хорошие, дают тебе хорошие рекомендации. И самое важное это необходимость. То есть без тебя конкретно не может пройти судейское мероприятие. Тебя не только хотят видеть, ты нужен, нужен этому коллективу, нужен этой организации. Вот очень важно пройти все эти вещи и быть всегда в стадии необходимости для того, чтобы быть необходимым для организации. Про мировоззрение мы с вами уже говорили. Обилие информации это ее полностью отсутствие. Необходимо выбирать ту информацию, которая вам необходима с помощью методологии учения, методов и средствах. Только целенаправленная работа принесет и приносит положительный результат. И вот немножко хотел вам сказать про те вещи, которые люди иногда ставят перед собой, когда они ставят перед собой, ну, меняют вид деятельности или хотят что-то сделать, но почему-то у них не получается. То есть вот теория управления состоит из таких семи этапов. Всегда, как мы говорим, когда я что-то хочу сделать, я называю это обнуленная флешка. То есть я определяю, что я хочу сделать и у меня должно быть абсолютно пустая память. Я четко понимаю, что я хочу, допустим, стать тренером и для тренера мне нужны абсолютно другие подходы, чем, допустим, когда мы готовим суд. Методы могут быть те же, но материал и все остальное, он разнится по-другому. Второе, когда мы что-то хотим достигнуть, мы, соответственно, меняем свои привычки. Грубо говоря, если игрок приходит в профессию судьи, то, что как он играет, для судействия не нужно. То, что как игрок бегает, судействия это не надо. Как игрок одевается, судья так не одевается. Все идет абсолютно по-другому. И мы, соответственно, когда кто-то, игрок хочет стать судьей, мы на примере его, я хочу вам показать, он абсолютно меняет свои привычки в отношении к людям, отношении к людям, как он уже не так разговаривает, как он разговаривает с тренером, судья должен быть более дипломатичный, постоянно должен быть нейтральный, интеллигентный. Третье определяет, что судья молодой хочет сделать, то есть вектор цели, поставит перед собой стратегическую цель и, соответственно, под задачи. И вот самое важное, если я хочу достигнуть максимального результата, определить, кто я такой, как моя вся работа и я буду воспринят всеми окружающими в моем городе, в моем регионе, в структуре России, края, федерации и всего остального, если я хочу быть на ФИБО, как, допустим, это все, как относится к нам международная федерация, европейская федерация, но если мы глобально говорим, то есть что такое концепция, система взглядов как бы сверху на процессы, которые происходят. И если я, допустим, четко не поставлю перед собой, как это все смотрится сверху, не сформирую свою эту пирамиду, концепцию и не найду себе места, я всегда буду стоять где-то там на краю и никогда не могу, никогда не приближусь к решению главных вопросов. и только после того, как я найду себе место во всем этом объективное, адекватное, правильное, четкую оценку дам себе, я могу строить структуру, как я буду действовать дальше. Что мне нужно сделать? Иногда, допустим, грубо говоря, мне нужно переехать в Москву, например, для достижения своей работы, цели в своей работе. Мне нужно поменять работу вообще, где я нахожусь, мне нужно выполнять какие-то другие функции совсем по-другому, мне нужно от чего-то отказаться, все это отдать соответственно тому, чтобы тоже цель, которую я поставил, шел я к ней более эффективно. И на шестом уровне я контролирую структуру, то есть я четко знаю, что я не доделал, что мне нужно для того, чтобы достичь максимального результата. И уже когда я достигнул цель, ясно, достижение цели она дает вариант ее пролонгации. И, соответственно, я дальше иду. Самая большая ошибка или неточность многих людей, особенно молодых, они не понимают, что они хотят, они не меняют свои привычки, а стараются адаптировать то, что у них есть в наличии, они вектор целей ставят ошибочный, иногда завышенный, иногда заниженный, и они четко не могут найти себе место в этой системе адекватно. самое главное могу сказать, что я думаю, что люди, которые постарше меня слушают, что они могут согласиться, что ты можешь быть очень сильным, но ты не нужен. Вот в этой концепции системы взглядов и трактовок и понятий, ты можешь быть самый сильный, но ты сегодняшней ситуации не нужен. Ты можешь работать, можешь не работать, можешь другое делать, и поэтому вот в этом и состоит главный вопрос. И уже дальше, когда мы делаем, когда мы четко определили, что мы хотим, нашли свое место, мы выстраиваем структуру, последовательность наших действий и контролируем, как это все управляется, а потом уже достигаем, если достигаем цель, мы ее просто пролонгируем или меняем. Уровни способности задатки, способности, талант и гениальность, способности индивидуальные свойства личности, которые являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности, условия формирования способностей. Способности не могут быть врожденными, врожденными могут быть только задатки. Способности начинают существовать только вместе с деятельностью, то есть мы можем определить только в работе способность. И очень хорошее определение уровня одаренности, талант и гениальность. Между талантом и гением не количественное, а качественное различие. У них разное чувство, чувство, чувствование мира. И очень важно, смотрите, у таланта это оригинальность решения, и это не всегда является правильным, по-моему, а у гения простота. То есть гениальность, все гениально просто, как мы все слышали. Это абсолютно правда. Не надо ничего выдумывать. Все гениально, действительно просто. И вот схемку такую тоже я вам представлю. Посмотрите, вот это верхнее самое эталон биологического времени. Один цикл, вот этот зигзаг, он равен 25 годам. То есть это цикл одного поколения. и посмотрите частота социального времени. Выберите самый крайний, да, что мы говорим, что если раньше в течение 25 лет технологии практически не менялись, все как было, так и осталось, то сегодня технологический процесс меняется раз в пять лет. то есть для того, чтобы бизнес существовал и шло позитивное, профицидное, положительное какое-то решение бизнеса, все меняется в пять лет практически все технологии. Давайте возьмем по правилам. За последних пять лет у нас в баскетболе, мы берем судейство, там, где я считаю себя специалистом, абсолютно поменялась механика судейства, она стала более требовательной профессиональной, у нас добавилась индивидуальная судейская техника, о чем мы только какими-то кусками говорили, у нас сильно поменялись правила игры, передвижение с мячом, пробежки, это очень сильно поменялись, критерии неспортивных фолов поменялись, ведение протокола, много-много вещей, обоюдный фол, все, то, что технический фол, это действительно какие-то такие существенные изменения. И то же самое в мире меняется. Поэтому, чтобы сегодня быть, идти в ногу со временем, высшего образования, которое нам дают высшие наши учебные заведения, абсолютно недостаточно. То есть система самообразования и как бы квалифицированного, то есть мы должны выделять, что нам не хватает, и работать над этим является ключевым. Я разговаривал с некоторыми молодыми нашими судьями, и они общаются с коллегами, с комиссарами, те, которые выставляют им оценки. И многие комиссары просто они фиксируют ошибки, но очень мало кто-то из них говорит о положительных качествах, а еще меньше говорит о том, на что обращают другие люди, специалисты. Внешний вид, презентабельность, восприятие, коммуникабельность, такими-то кусками. И молодой человек просто в шоке, он не может понять, что от него требуют, и что требуют сегодняшнее время. А игра идет. И вот если мы в высших учебных заведениях готовим специалистов, условно говоря, по физической культуре, тренеров, мы четко готовим, мы знаем технику и тактику игры, у нас это все прописано. Система подготовки, например, судей моей профессии, она только, только-только формируется, а игра не ждет. Игра требует, чтобы их оценивали сверхквалифицированные специалисты. А по мне, например, судья, который выходит на площадку, это он должен быть, ну, по крайней мере, образованный не только в баскетболе, он должен быть и педагогически образованный, он должен знать навыки психорегуляции, психологической саморегуляции, управление конфликтами и стрессами, знать баскетбол, знать механику, знать индивидуальную судейскую технику. То есть, по факту, это государство, человек, это государство в государстве, он должен быть замкнутой, очень гармонично развитой, высокоразвитой системой. И это выдвигает очень большие требования. И сегодня, вот к чему я уже подхожу к концу нашей лекции, сегодня на поверхности, если мы говорим о высшем мастерстве, я считаю, что человек должен постоянно, ежедневно что-то делать в правильном направлении, чтобы идти в ногу со временем. Можно как бы постоять, и кто-то будет впереди. На Фибовском семинаре инструкторов показали диаграмму. Сегодня ты старший судья на Олимпийских играх, ничего не делая, через год ты в элите судейства, ничего не делая, через четыре года, ты уже просто судья, а через там какое-то еще время тебя уже говорят, что ты должен уже заканчивать. Вот важно, чтобы человек, который самый довольный судья на турнире, это старший судья на финальной игре. Все остальные недовольны, и у них есть вопросы. Ну, это в шутке. Почему не я старший? Поэтому всегда нужно вот с этим быть голодным до информации необходимой нам и, соответственно, грамотно ее правильно дозированно применять, чтобы достигнуть того, чего мы хотим. И вот то, что мы сегодня с вами говорили про структурирование своей деятельности, лекция довольно сложная. Ее, конечно, лучше вживую говорить и показывать, но смысл такой, что человек, который не может поставить перед собой реальную адекватную цель, он является объектом в чужих руках управления. Жизненного управления или его, им управляют тренеры, или им управляют игроки, или им управляют начальники, и он даже не понимает, что он является ведомым. только целенаправленная работа приносит результат, то есть целеполагание и направление вперед. Вот, коллеги, такая у меня презентация, я думаю, что она не очень простая по всему, и я специально хотел ее дать перед майскими праздниками, чтобы вы так немножечко послушали, что, судя по баскетболу, они не только однобокие, которые знают слово пробежка, технический фолк и все остальные вещи, то есть задача, вот мы когда говорим про судейство, но абсолютно сделать максимальный кругозор, чтобы судья был не только гармоничной личностью в плане баскетбола, а гармоничной личностью во многих аспектах жизни, ну то есть в первую очередь судья, он должен быть человеком, я думаю, что вы с этим со мной согласитесь, думаете, легко это достигнуть, очень тяжело, но практически невозможно, потому что ты постоянно должен себя к чему-то принуждать, стимулировать, для меня это любимая тема, то есть можно со многими вещами спорить, со многими вещами соглашаться или нет, но я всегда говорю, что тот, кто не был на передовой, не работал с людьми, тот, кто не работал в ситуации экстремальной, когда тебе нужно принимать какие-то решения довольно оперативно и на ошибку ты практически не имеешь времени, а если ты ошибаешься, то вы знаете, как судью называют, вот это всегда вызывает, подстегивает меня как преподавателя и я всегда анализирую своих учеников, как грамотно подвести их, чтобы минимизировать и самое главное, что эти стрессы, они, ведь я на своей преподавательской деятельности редко, даже вот, наверное, первый раз вам скажу, у меня было 5-6 случаев, когда мои ученики уходили, то есть, ну, я просто не успевал с ними доработать, куда-то их выставлял на какие-то игры, где их там, где-то кого-то запугали, где-то сказали, может быть, какие-то не те слова и умных, хороших, образованных ребят, я просто, ну, они ушли и мы там остались просто с ними как бы знакомыми, товарищами, вот, и все-таки, а у меня цель моя, чтобы подготовить судью, ну, это вообще очень сложно, и самое важное, что я вижу, что сейчас есть ребята, которые меня слушают, они готовятся, но для некоторых время уходит, да, им там 35 лет, кому-то 37, кому-то больше, они осознают это, у них эта пена сошла, вот этот, понтов, и они спокойно один на один говорят, жалко, что мы с вами не встретились лет 10-15 назад, чтобы вы могли нас как-то структурировать, но у меня тема психологии, она как бы такая вот леет мотивом, единственное, что я ее тяжело вставлял в свою диссертацию, потому что мы же педагоги, а когда защищаешь по педагогике, тема психологии всегда является для них такая, как тряпка, как тряпка, и они поэтому всегда начинают говорить на вещи отрицательные, мы же все педагоги, психологи, мы будем говорить о другом, но в любом случае это жизнь, это все интересно, вот, и хорошо, что вы меня послушали, если какие-то вопросы есть, готов ответить, вот. вопросов нет, все переваривают материал, вот, кому нужна будет эта презентация, если какие-то там, потому что меня просили, там, вот я сейчас читал ее, кому-то какие-то выражения, слайды просили для себя, для своих там работ, тоже не проблема, напишите, я могу эту презентацию вам там дать, она такая собранная и довольно емкая, то есть, конечно, информации здесь много, можно на одном слайде там чуть ли не всю лекцию прочитать там в школе, ну вот, я думаю, что мы в нашем курсе еще вернемся к этим темам, вот, и будем работать какой-то психологической подготовкой, я там, есть у меня тема по самоанализу, есть тема про ложные эмоции, очень такая интересная, когда я, наверное, говорил вам, что многие люди эмоции со своей личной жизни переводят на работу, когда она позитивная эмоция, все получается хорошо, когда дома везде все плохо, почему-то на работе тоже все плохо, то есть, вот, нужно отделять мух от котлет в своей работе, вот, тоже такая будет большая презентация, вот, если, есть вопросы, коллеги, если у вас вопросов нет, смотрите, по плану нашему, мы разговаривали с Иваном Евгеньевичем, вот, мы 13-го числа мы собираемся, вот, тема будет у нас баскетбольная, мы что-то возьмем, связанное, может быть, с заслонами, с какими-то другими вещами, вот, и, соответственно, будем дальше идти по баскетболу, если какие-то есть у вас вопросы, чтобы вы хотели там освежить вам более, точно будет тема одна, когда мы будем просто делать советы тренером, это будет еще одна тема со стороны судей, а еще одна тема я хочу точно, потому что очень много спрашивало тренеров в Москве, эта тема будет связана практически советы по правилам, по статьям, мы возьмем книжку правил и в каждой статье один-два практических советов вам как тренером, обязанности права капитана, обязанности права тренера, что вы можете делать, что вы делать не можете, какие-то вещи, связанные с баскетбольными вещами, которые вы, может быть, знали, но забыли, там, про таймауты, про замены, как взять, когда вовремя отказаться, как задать правильный вопрос, там, заявка, то, что мы с вами говорили, но она будет в разделах одной лекции, такая точечная, что можно будет, соответственно, потом посмотреть, и эту лекцию мы, соответственно, также выставим на сайте YouTube-канале Referee Pro, если кому-то интересно, тоже можете ее там потом посмотреть в ближайшие дни. Коллеги, вопросы есть? Вот тут написали у нас. Спасибо большое. Интересно. Да. Вообще понятно? Язык понятен? Да. 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 Ну, вот, как бы так. Вам спасибо большое за обратную связь. Многие написали слова благодарности, но самое главное, что мы с вами очно не знакомы, но заочно, получая вот такие слова, это говорит о том, что мы где-то на одной волне думаем об одном, проблемы одни и те же, и приятно, что вот я вижу одни и тех же людей, есть также молодые судьи, я вижу, что у нас присутствуют и немолодые судьи, значит, как бы идем в правильном направлении, то есть особо мы никого сюда не заставляем приходить, это такой вот обучающий материал, никого тут не тестируем, обсуждаем глобальные, обычные, простые, человеческие проблемы, чтобы, ну, быть кому-то легче, кому-то, я думаю, что если кто-то хотя бы 15-20% возьмет для себя, уже будет, ну, я думаю, вам хорошо, а мне будет приятно, что какие-то методы и средства, которые я использую в своей работе, они пригодились. Коллеги, большое всем спасибо, очень было приятно вас видеть всех, вот, я хочу перед праздниками всем пожелать крепкого здоровья, праздники у нас большие, День Победы и 1 мая, вот, и мы 13-го числа собираемся, опять же, также в 16.00, тема будет связана с баскетболом, вот, по правилам игры. Всем большое спасибо, всех праздников. И вам большое спасибо. И вам спасибо. Всем с праздником. С праздником всем. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания.